Здравствуйте, уважаемые зрители! Продолжаем серию встреч на тему переворотов и революций. Сегодня мы поговорим о том, что часто называют революцией 905 года. Я придерживаюсь другой формулировки и употребляю обычный термин «террористическая война» 905-910 года включительно. И постараюсь в этом эфире привести доказательства такого подхода. Давайте начнем с того, как во время русско-японской войны в 904 году в Париже состоялась конференция оппозиционных, а я ставлю это слово в кавычки, различных антигосударственных партий. В нем приняли участие 8 организаций. Социал-революционеры, русские конституционалисты, польские социалисты, латышская социал-демократическая рабочая партия, грузинские социал-революционные федералисты, польская Лига народов, финляндская партия активного сопротивления и Дашнак Цутюн. На съезде была сформулирована стратегическая задача свержения монархии в России. Подчеркиваю, и это очень важный момент, что это событие произошло во время русско-японской войны. Таким образом, когда наша страна вела боевые действия против агрессора, против Японии, которая атаковала наши вооруженные силы, и, ведя оборонительную войну в защиту наших интересов, власть в это же самое время получила в тылу действия пятой колонны. В чью пользу были эти действия? И для чего они были сделаны? Свержение монархии в России – это стратегическая цель. Но добавлю детали. Здесь я обращусь к тому, что говорил Павел Милюков. Это участник конференции, известный политический деятель того времени. Цитирую. «Съезд открылся 30 сентября и закончился 9 октября старого стиля. Я участвовал в нем под псевдонимом Александрова, что и было потом раскрыто Столыпиным в Государственной Думе. Закулисная сторона съезда стала мне известна гораздо позднее из книги Целиакуса о революции и контрреволюции в России и Финляндии. По своему происхождению этот съезд должен был носить чисто пораженческий характер. Мысль о съезде явилась у поляков на Амстердамском социалистическом съезде. Прямая цель была при этом воспользоваться войной с Японией для ослабления самодержавия. Целиакус снабдил оружием польских социалистов. Зафиксируем несколько моментов. Итак, пораженческий съезд. То есть это собрались силы, которые хотели бы поражения нашей страны. Ну а дальше понятно. Развернуть пропаганду на тему того, что смотрите, власть не может выиграть войну. Обратите внимание, какой цинизм. Именно те силы, которые хотели бы поражения нашей страны, они же потом спекулировали на том, что вот смотрите, при царе Россия проиграла. Значит, и царь плохой управленец, и дальше шире. Сама система никуда не годна. Хотя в то же самое время в Японии была монархия. Понятно, что для пропаганды свойственна противоречивость, передергивание, манипуляции и так далее, и так далее. Но задача пропаганды не в том, чтобы говорить правду. Задача пропаганды создать определенные впечатления. И вот такие силы и собрались для своего подрывного действия. Приветствую всех вас. Я, Александр Артамонов, автор нескольких книг, хотел сообщить вам, что теперь мои произведения можно читать не только в бумажном, печатном виде, но и в электронном на платформе delip.ru. Буду рад. Приветствую вас. Какова схема этого события, растиражированная очень широко и до революции, но особенно широко в советские времена. Ну, такова наивная, я считаю, концепция, что мирная демонстрация пришла сказать царю свои чаяния, свои нужды, петицию принести. Ну, а ошалевшая от неадекватности власть взялась стрелять по мирным митингующим, которые просто-напросто хотели совершенно обычных социальных требований. Ну, а после того, когда произошло вот это событие, пролилась кровь, власть потеряла авторитет. Народ понял, что с такой властью разговаривать не о чем. Ну, и дальше пошло-поехал. Как говорится, заговорил Маузер. Ну, давайте посмотрим факты реальности. Вообще-то информации на этот счет много. И организатор этого митинга, этой демонстрации, небезызвестный Гапон, оставил воспоминания. Можете их проверить, а я сейчас процитирую. Мы решили, что если в течение двух дней требования наши не будут удовлетворены, распространить стачку на франко-русские судостроительные и семенниковские заводы, на которых насчитывалось 14 тысяч рабочих. Я избрал эти заводы, потому что знал, что как раз в это время они выполняли весьма серьезные заказы для нужд войны. То есть, прямо говорит, что он избрал именно те заводы, которые работали на оборону, для того, чтобы там сорвать выпуск военной продукции. Те люди, которые постоянно подчеркивают, что они действуют для блага народа, просто ударили по народу. Кто воевал в это время в составе нашей армии на фронте? Представители народа. Как раз те, в значительной степени, крестьяне, о нуждах которых якобы пеклись эти революционеры. Абсолютное большинство нашей армии – это выходцы из крестьян, выходцы из рабочих, выходцы из всех слоев нашего народа. Там воевали и защищали интересы нашей страны. И каждый снаряд, который из-за этих вот антигосударственных сил не попал на фронт – это действие на руку врага. И нехватка вооружений – это повышение наших потерь. Но этим ценникам было плевать. Идем дальше. Я пригласил вожаков революционной партии присоединиться к нам и поддержать забастовку, сознавая, что в данную минуту всякая помощь, откуда бы она ни шла, была хороша. Таким образом, обратите внимание, вожаки революционных партий приглашены. Уже здесь видно, что схема, вот эта первая, о которой я говорил, не складывается. Однако складывается совсем другая схема, все больше и больше напоминающая Майдан на Украине. Давайте посмотрим, что предшествовало этому событию, в общем-то, незадолго. 19 января произошла одна темная история. Возможно, совершено покушение на Николая II. Дело в том, что обстоятельства следующие. Государь участвовал в обряде водосвятия, он проводился на льду Невы, перед Зимним дворцом. Дальше, по недосмотру, как говорят, пушка, которая должна была салютовать императору, выстрелила боевой картичью. Она попала в палатку царя, ранила городового, выбила несколько стекол в Зимнем дворце. Осколок, кстати, стекла ранил адмирала Авелана. Недосмотр. Вот так. Вот такие вот недосмотры. Вместо салюта боевой картичью. И стреляли так, что попали в палатку царя. Я в такие недосмотры не верю. А вот со съездом, о котором я говорил выше, очень даже согласуется. Ну, в разных городах идут митинги. В столице 20 января всеобщая забастовка рабочих. Это все во время войны. 21 января, то есть за день до шествия рабочих в Санкт-Петербург, вообще до этого шествия, о котором идет речь, общественные деятели обратились к властям с просьбой предотвратить кровопролитие. Очень характерная просьба. О чем она говорит? То есть понятно всем, что ситуация накалилась до предела. Понятно всем, что дело чревато кровью. Страна находится на пороге очень большой трагедии. И в тот же день появляется знаменитое обращение РСДРП к петербургским рабочим. Что говорится в прокламации? Да здравствует вооруженное восстание народа. Да здравствует революция. Теперь посмотрите, попытайтесь поставить себя на место власти. Съезд пораженческий прошел. То есть известно, что организационные ресурсы выделены на поражение нашей страны. Оружие вот. Тут, когда я цитировал Милюкова, «Целяку снабдил поляков» уже фигурирует. Вооруженное восстание, призыв. Большой кровью, чтобы не привели эти события, общественность предупреждает. На царя, скорее всего, совершено покушение. То есть обстановка выходит уже до крайности. Все, в общем, как говорят, наэлектризованы. Что ждать от огромной толпы? Будут ли там вооруженные люди? Не будет ли под прикрытием мирных людей какая-то группа боевиков? И опять сопоставьте с Майданом. Его ведь позиционировали как мирная демонстрация. Сначала в поддержку движения Украины в Западную Европу. Евромайдан даже так называлось это. А там же были боевики. Там же были подготовлены люди, которые четко шли на силовые действия. И кадры тех времен, я думаю, вы прекрасно помните. Кто не помнит или не видел, посмотрите. Все понятно, к чему там стоят эти разговоры. А мирные демонстрации. Но давайте посмотрим, насколько это относится к этому шествию, которое вылилось действительно в кровь. Опять обращусь к воспоминаниям организатора этой акции. «Прямо идти к Нарвской заставе или окольными путями?» – спросили меня. «Прямо к заставе. Мужайтесь. Или смерть, или свобода?» – крикнул я. Вот такой лозунг он выбросил. «Смерть или свобода?» В ответ раздалось громовое ура. Ну, тоже на мирный митинг не очень это все похоже. И также Гапон упоминает, что среди митингующих, процитирую, «другие повторяли смерть или свобода. Впереди меня шли мои два телохранителя». То есть он идет на мирную акцию, но для себя он берет охрану. Два телохранителя. Что еще приводит в качестве доказательства мирного характера? Ну, говорят, что мирный характер подтверждается тем, что демонстранты несли иконы, явно демонстрируя, что это примирительная акция. Под иконами не будешь совершать преступление. Да, честный, верующий человек так делать не будет. А вот циники могут сделать все, что угодно. Преступники – все, что угодно. И обратите внимание, опять-таки, как Гапон и его подручные эти иконы получили. Я подумал, что хорошо было бы придать всей демонстрации религиозный характер. И немедленно послал нескольких рабочих в ближайшую церковь за хоругвами и образами. Но там отказались дать нам их. Тогда я послал сто человек взять их силой. И через несколько минут они принесли их. Да что же это такое? Гапон и его подручные фактически ограбили церковь. И непосредственно ограбил не Гапон. Но он направил этих людей. Какой грабеж церкви может соотноситься с мирной религиозной акцией и демонстрацией? Это взаимоисключающие понятия. Тут либо-либо. Но это политическая технология. Если называть вещи современным языком. Политическая темагогия. Изобразить митинг религиозным. Изобразить его мирным. Ну понятно, какого рода люди были среди митингующих. У них поднялась рука на церковь. И отнюдь я не говорю, что все или большинство были такие. Так же как и про Майдан. Когда шли различные споры и говорили. Ну вы что, считаете, что всем там заплатили деньги? Да нет, не всем. Это и не обязательно. Не все были ангажированы далеко. Но ядро было ангажировано. Ядро дирижировало события. И вот это вот ядро, Гапон, его ближайшие подельники, вожаки революционные и так далее, о которых он сам, кстати, говорит. Вот это и есть ядро. Значит, общий сбор планировался на Дворцовой площади. И там озвучили требование к царю принять депутацию во главе с Гапоном. И царю предложили подписать закон о всеобщей амнистии. А что такое всеобщая амнистия? То есть выпустить преступников на свободу. К чему приводят такие акции? Что делают преступники, отпущенные на свободу? Увы, но нередко они вновь совершают преступление. Массовое разрешение выйти на свободу для преступников – это дестабилизация ситуации. Но именно это им надо. Чем хуже, тем лучше. Это они хотят. И все это происходит во время войны. В тылу они поджигают тыл. Но не только. Они еще собирались требовать закон о созыве Земского собора. То есть создать иной центр власти в стране. Если монарх не соглашался, то Гапон должен подать знак митингующим – начать вооруженное восстание. Вот такой митинг. Мирный. По-моему, уже превратившийся полностью в Майдан. В разных районах Петербурга собирались вот эти вот майданщики. Войска пытались их рассеять. Но не тут-то было. Вот эти якобы безоружные, якобы мирные демонстранты начали отстреливаться. Отбирали оружие у городовых и офицеров. Разгромили оружейную лавку. Построили баррикаду. Войска пока – это все еще происходит до того, как начали стрелять. Войска не стреляют пока. И обращаются к людям спокойно разойтись. Нет, ничего не помогло. На Дворцовой площади собрался митинг из тысяч человек. Их попытались оттеснить. Опять же, не применяя огнестрельное оружие. Но вот эти мирные люди, так называемые мирные, конечно, избили солдаты полицейских. Начали их закидывать камнями, палками, кусками льда. Я для сравнения предлагаю нашим зрителям подумать, а что было бы, если бы американского полицейского кто-нибудь кинул снежок? Да застрелили бы на месте. А полицейского с большой вероятностью оправдали бы. И это происходит, в общем-то, в наше время. Это происходит примерно подобное событие в стране, которое называется демократическое и так далее, и так далее. Но здесь так называемый кровавый тиран Николай II и его власть не применяют оружие. В конце концов, уже после ожесточенных столкновений, после многократных призывов разойтись, после попыток мирного урегулирования действительно вот этого конфликта, уже после того, как сказали, что ну нет, не будет этой встречи с царем, его нет вообще в столице. Несмотря вот на все это, майданщики никак не угоманивались. Вообще, сама ситуация, что пошли массой вручать петицию, в кавычки поставим, потому что царя нет в столице, говорит о том, что с самого начала все было подстроено на провокацию. Понятно, что будет сопротивление правоохранительных органов, представителей власти. Понятно, что это... Ну, такие вещи же бывают. Вылиться в драки и так далее. Потом люди вооруженные, которым угрожают просто жизнь, их под угрозой, могут применить оружие. Ну, а дальше будут говорить, что виновата власть. Это стандартная технология провокаторов. Кровь этих людей, которые погибли, полностью на совести провокаторов. И вот что интересно, подключилась к пропагандистской кампании против нашей страны западная пресса. Ну, куда же без нее? Ну, они стали распространять нелепые фантазии о якобы тысячах убитых в России. Между тем, для доклада Николаю Второму полиция собрала данные. Погибло 130 человек, что, конечно, немало. Но, еще раз повторю, виновны преступники, которые пытались свергнуть власть. Вот не зря у меня в подзаголовке. Зачем преступники свергают власть? Как их еще называть? Интересно, что Николая Второго до сих пор называют кровавым. И в то же самое время называют его безвольным тряпкой. Очень интересно мне, как можно объяснить, что кровавый диктатор одновременно является тряпкой, то есть безвольным слабым человеком. Но я думаю, это очень трудно сделать. Если вообще возможно. Но для пропаганды каждый лык идет в строку. Тоже ничего нового. Расстрелял преступников, дал отпор. Кровавый тиран. Не расстрелял. Пытался мирно договориться. Размазняет рус. В этом подходе, что бы власть ни делала, она виновата. И она слаба, она негодна. Или, наоборот, кровава. Это уж кому как больше нравится. Имеется в виду, кто как распределил роли в пропагандистской кампании. Но не стоит же верить пропаганде сейчас, когда у нас достаточной информации, чтобы ее опровергнуть. К сожалению, вот эта провокация удалась. В стране начинаются забастовки. Но не только. Боевики преследуют. Городоначальников, офицеров, крупных фабрикантов, городовых. Под ударом, кстати, люди, в том числе известные всей России. 4 февраля 1905 год. 4 февраля, видите, совсем близко к событиям, о которых я говорил. Террорист убил сына Александра Второго. 28 июня застрелен известный государственный деятель граф Шувалов. Произошел бунт матросов-броносов Потемкин. Было восстание в польском городе Лодзь. Здесь сразу вспоминается опять цитата из Милюкова, когда он говорил об оружии для поляков. Оружие, кстати, за границей перебрасывать пытались. Вот эти антигосударственные силы. И масштаб был очень крупный. Расскажу одну известную историю. Я думаю, вы ее знаете, но, тем не менее, она здесь пригодится. Речь идет о транспортировке оружия на пароходе Джон Графтон. Проведут цитату. Первоначальным местом закупки оружия заговорщики избрали Гамбург. Именно здесь, в июне 1905 года, с очередной попытки Цилиакусу, удалось-таки приобрести большую, 2500-3000 штук, партию револьверов веблей с патронами. Однако наблюдение за главой фирмы-продавца показало, что он находится в контакте с российским консулом и другими сомнительными русскими. Сомнительные русские в кавычке поставлены. Пришлось срочно перебазироваться в Швейцарию. Здесь, в середине июля, усилиями Деканозова и БО, было закуплено около 25 тысяч снятых с вооружения винтовок и свыше 4 миллионов патронов к ним. Треть винтовок и чуть более четверти боеприпасов, писал Акаси, это японец, предполагалось направить в Россию через Черное море, а остальное в Балтику с помощью торгового агента японской фирмы Такада и Ко и некоего англичанина. Эта часть оружия, по разным данным, 15,5-16 тысяч винтовок, 2,5-3 миллиона патронов, 2,5-3 тысячи револьверов и 3 тонны взрывчатых веществ, была скрытно перевезена сначала в Роттердам, а затем в Лондон. Ну, куда ж без Лондона. Сразу же стало ясно, что ранее купленные яхты Сесил и Сизан слишком малы для транспортировки этого груза, поэтому в экспедиции им была отведена вспомогательная роль. А припосредствии делового партнера Такада и Компани, Уотто, был приобретен главный перевозчик оружия, 315-тонный пароход Джон Графтон. Ну, это очень ценная информация, между прочим. Это вот из книги Павлова «Русско-японская война», 1904-1905 года, «Секретные операции на суше и на море». Это очень известный, крупный отечественный историк. Что мы видим? Во-первых, иностранные государства участвуют. Так или иначе, с ними связано. Во-вторых, именно Япония участвует в том числе. То есть наш противник. Понятно, что когда враг нашей страны внешний стремится устроить у нас террористические диверсионные акции, этого можно ожидать. Ну, что взять с врага? На то он и враг. Япония на тот момент наш злейший враг. Но когда в этом деле участвовали жители нашей страны, то это называется просто предательство. Помимо того, что это и преступление. То есть вот эти революционеры – это самые настоящие предатели. То, что называют пятой колонной. Какова дальше судьба транспортировки этого оружия? Пароход попал к берегам Финляндии и сел на мель. Команда выгрузила часть оружия на островки. И, к счастью, большая, большая, большая часть оружия не дошла до адресата. Но, тем не менее, во время одного из ключевых эпизодов революции 1905 года – это декабрьское восстание в Москве – полиция зафиксировала, что некоторые участники были вооружены как раз вот винтовками «Ветерли». Тут было упомянуто «Черное море». И есть история, связанная с транспортировкой оружия туда. Пароход «Сириус» водоизмещением 597 тонн был куплен на японские деньги по заданию Деканозова в конце августа или начале сентября 1905 года. Христианам Корнилиссенам, голландцам по происхождению и анархистам по убеждениям. Корнилиссен впоследствии стал капитаном судна. К концу сентября «Сириус» был нагружен оружием и боеприпасами, но все еще стоял в гавани Амстердама, ожидая отплытия. Сведения о нем попали в местную печать, однако полиция Амстердама никак на них не реагировала. Что меня, конечно, и не удивляет. Западу сильная Россия не нужна ослабить нашу страну любым способом. Спровоцировав войну Японии с нами, устроив террористическую войну, устроив революцию, смуту и так далее, гражданскую войну, об этом мы еще поговорим в следующих наших передачах. Но это меня не удивляет. И омерзение вызывает не это. Вызывает позиция вот этих вот наших, некоторых жителей нашей страны, которые вступили в контакты с врагом. «Сириус» прибыл в ноябре в 1905 году в район Поти. Оружие перегрузили на четыре баркаса, ну, они отправились к побережью. Кое-что удалось властям перехватить из этой партии, но значительная часть оружия до революционеров все же дошла. Ну, мне могут сказать, что так или иначе, там вот многие события произошли уже после окончания русско-японской войны, то есть как они повлияли на ситуацию. А так повлияли, что сам факт подготовки восстания в столице и во втором крупнейшем городе, в Москве, конечно, оказывает влияние на власть. Конечно, забастовки, стачки и так далее, и в том числе на военных заводах, и не только на военных заводах, бьет по фронту. Сама ситуация начала террора ужасна по всем понятиям. Но в данном случае я говорю о политике. Это бьет тоже по управлению. А масштаб, размах терроризма, конечно, был колоссальный. И здесь хочу сказать такую вещь. Неоднократно мне встречался тезис, что революция, так вот говорят, началась из-за поражения России в русско-японской войне. Элементарное сопоставление дат, когда война началась, когда война закончилась, и когда началась революция, не оставляет от этого тезиса камня на камне. Революция началась задолго до окончания войны. До того, кстати, как произошло Цусимское сражение, и до того, как произошло Мугденское. Не поражение в войне привело к революции, потому что революция началась до этого поражения. А напротив, террористическая война в тылу очень сильно помогла японцам и заставила нашу власть идти на мирный договор в ситуации, когда поражение Японии уже было вполне возможным. Я говорил о масштабе террора. А какими цифрами мы тут владеем? Процитирую данные из крупного исследования историк известной Анны Гейфман. Она приводит в своей книге следующие цифры. За один год, начиная с октября 1905-го, в стране было убито и ранено 3611 государственных чиновников. К концу 1907-го года число государственных чиновников, убитых или покалеченных террористами, достигло почти 4500. Если прибавить к этому 2180 убитых и 2530 раненых частных лиц, то общее число жертв в 1905-1907 годах составляет более 9000 человек. Но я говорил о террористической войне 1905-1910. Как подтверждается этот тезис? А вот смотрите. Масштаб террора оставался огромным и после 1907-го года. С начала января 1908-го года по середину мая 1910-го было зафиксировано 19957 терактов и революционных грабежей, в результате которых погибло 732 государственных чиновника и 3051 частное лицо. А 1022 чиновника и 2829 частных лиц были ранены. За весь этот период по всей стране на счету террористов было 7634 жертвы. Это вообще-то масштаб колоссальный. И, в общем, сопоставим с войной. Потому и говорю террористическая война. Дальше. Кажется вполне вероятным, что в общем хаосе революционной ситуации значительное число терактов местного значения не было нигде зафиксировано. Не попав ни в официальную статистику, ни в хронику революционного движения. Мы поэтому считаем возможным утверждать, что за это время жертвами революционного террора стали всего около 17 тысяч человек. Давайте теперь немножко поговорим о тех силах, которые осуществляли террор. Ну, понятно, это совершенно не новость, что террор часто ассоциируется с действиями эсеров. Конечно, не только они участвовали в этом позорном действии и преступном. Было много и других сил. Но я начну именно с эсеров, потому что действительно ассоциируются, как правило, с ними. Ну, почему? Ну, наверное, потому что целый ряд резонансных терактов, ну, тех, которые обсуждала вся страна, они именно и осуществили. Ну, вот, например, генерал-губернатор Москвы Великий князь Сергей Александрович, это вот жертва теракта, уфимский губернатор Николай Богданович, короначальник Санкт-Петербурга Владимир Форден-Лауниц, министр внутренних дел Дмитрий Сипягин и Вячеслав фон Плеве. Покушения были на Петра Столыпина, московского генерал-губернатора Федора Дубасова, Харьковского губернатора Ивана Боленского и другие. Значит, в 1896 году еще в Саратове был создан Северный союз социалистов-революционеров. И в своей программе союз провозгласил, что, вот цитирую, одним из самых сильных средств борьбы для такой партии, как наша, является террор. Цитата из работы известного историка Касулиной. В 1897-м в Воронеже прошел съезд, который представлял несколько групп социалистов-революционеров. Он положил начало формированию Южной партии социалистов-революционеров. В 1899-м в Минске возникла Рабочая партия политического освобождения России. И могу сказать, что также существовал Заграничный союз русских социалистов-революционеров. Но это еще пока не общая партия. А вот, внимание, в 1901 году в Париже, опять за рубежом, была достигнута договоренность о создании единой партии. В том же году началась история вот этой вот печально-знаменитой боевой организации эсеров, которая как раз и задумывалась как террористический инструмент давления на власть. И уже в 1902 году она вот проявила себя. Убит министр внутренних дел Дмитрий Сипягин. Отдельным направлением эсеровского террора являлся аграрный террор. То есть эсеры пошли в деревню, и, в общем, негативные результаты этого проникновения не заставили себя ждать. Крестьянские братства и Крестьянский союз были созданы социалистами-революционерами. Они как раз ответственны за поджоги, грабежи, помещущих усадьб. Они ответственны за многочисленные экспроприации. У них уничтожалось имущество чиновников, представителей судебных властей и даже свидетелей по тому или иному делу. Цель оказать давление устрашающее и на свидетелей. То есть когда преступников вот этих вот ловили, начинались судебные процессы, как положено в мафии. Мафия оказывает давление на свидетелей. Убивает их или запугивает. То же самое делали и эти люди. Пожалуйста. Степень влияния эсеров на селе можно пролюстрировать в первой конференции Щегровского крестьянского союза Курской губернии. Это 906 год, июль. И она постановила подать ей не платить и применять террор к помещикам и должностным лицам, противодействовавшим революционному движению. Вот когда я неоднократно слышу ссылки на крестьянские наказы, что вот крестьяне оппозиционно были к власти, вот они писали наказы. У меня вопрос. Это писали точно крестьяне, а не эсеры, которые проникли в деревнях, в селах и создали свои организации. И насколько правомерно горстке на самом деле маленькой доли крестьянства, попавшее под дурман асеровской пропаганды, приписывать право считаться всем крестьянством. Типично для Майдана, между прочим. Вспомните, как майданщики всегда говорили народ, народ, но народ в абсолютном большинстве не приходил на их митинги, а они все время апеллировали к народу. Вот народ пришел, народ решил, они исполнители воли народа, но народ не только не приходил в большинстве своем, но вот отдельные представители народа создавали свои митинги и выступали против вот этой майданной власти. А кого убили в Одессе? Это что, не народ? А кто в Донбассе сопротивлялся вот этим вот майданщикам, переворотчикам? Это что, не народ? Ну, майданщики так не говорили. Они стремились говорить только о своих сторонниках, что вот это народ. А про других людей они старались употреблять оскорбительные прозвища. Вы их знаете, не хочу их цитировать. Старались избегать самого упоминания слова «человек» по отношению к своим противникам. Посмотрите их тексты тех времен, если мне не верить. Ну уж поверьте. Я внимательно следил за лексикой вот этих майданщиков. Работой первого же съезда Вятского крестьянского союза руководили эсеры. Они разработали резолюции, одобренные участниками. Суть следующая. Цитирую. «Отобрать все помещичьи, монастырские, церковные, государственные и удельные земли от прежних владельцев и разделить их между крестьянами. Ну, крестьяне на съезде заявили, что отказываются платить налоги и потребовали упразднить уездные земские управы и отстранить от службы всю полицию». Понимаете, в чем дело? А что значит отстранить от службы полицию? Это как вы себе представляете государственную власть и вообще государство без полиции? И кому это выгодно? Да преступникам это и выгодно. Значит, я тут приводил некоторые цитаты, тут я сошлюсь, дабы не приписывать себе чужих достижений. В принципе, все тут ссылки-то есть, но и здесь тоже скажу. Это вот работа Квасова. Это диссертация. Террористическая деятельность революционеров центрального Черноземья в начале XX века. Пожалуйста, диссертационная работа Габдулхакова, деятельность леворадикальной политических партий, леворадикальных политических партий на Урале в начале XX века. Будут еще ссылки. Но тут еще интересно обратить внимание на то, что в 1918 году ЦК партии левых эсеров выпустил книгу «Боевые предприятия социалистов и революционеров в освещении охранки». Это они рассказывали о своих преступлениях, вот так скажем. Но они хвастались ими. Они-то считали, что это не преступление, это они благо якобы несут народу. И, значит, они рассказывали и приводили примеры своих действий. Я приведу целый ряд таких примеров просто для иллюстрации, хотя общие цифры более-менее характеризующие ситуацию, даны уже. Но вот отдельные, мне кажется, моменты стоит упомянуть. 13 февраля 1906 года член дружины Петербурга, такие дружины они создавали террористические, убил директора завода Назарова. 20 апреля в Великих Луках убит помощник пристава Благовещенский. 13 августа 1906 года летучим отрядом убит генерал Мин. 15 сентября в Пскове убит помощник пристава Соловьев. 4 ноября в Петербурге ранен околоточный надзиратель. 13 ноября убит рабочий. 22 ноября ранен пристав. 25-е, 6 декабря член летучего отряда убивает генерала Павлова. Еще приведу примеры. 20 октября 1906 года Иванов Вознесинский убит рабочий. 25 марта и 9 декабря в Твери убитый. Губернатор Слепцов генерал-адъютант Игнатьев. 6 января в Гомеле убит помощник пристава Леонов. 14 января 1906 года два покушения. Одно на генерала Курлова, второй на полицминистра Норова. В феврале убит рабочий в Ветке. 17 марта в Сомалинске убит начальник губернского жандармского управления полковник Гладышев. 4 апреля ранен рабочий в Ракишках. 10 сентября в Витебской губернии убит урядник. 2 декабря на станции Канатоп ранен жандармский младхмистр в Пензе. 2 января и 26 января 1906 года убитый генерал-лисовский полицминистр Кандауров. 12 марта летущий отряд у того члены бросили бомбу в Казанское жандармское управление. 1 апреля в Борисоглебске убит казачий офицер Абрамов. 6 мая в Казани ранен околоточный надзиратель Толмачев. 21 июня в Самаре убит губернатор Блок. 14 августа в поезде убиты становой пристав Лебедев, жандармский унтер-офицер Зайко, смертельно ранен кондуктор. И таких примеров очень много. И как видите, под ударом террористов оказались люди совершенно разных социальных групп. Вот это действительно был удар по народу. Действительно удар против нашей страны и против нашего народа. В южных регионах, малороссийских регионах тоже развернулся террор. Пожалуйста, 18 января 906 года в Полтаве убит губернский советник Филонов. 16 мая в Лубнах ранен рабочий. 4 ноября в Полтаве убит временный генерал-губернатор полковников. Вот на юге в Севастополе 27 августа убит начальник жандармского управления полковник Рогальд. 14 сентября убит бывший кондуктор флота Анисимов. 18 сентября убит рабочий. 19 сентября матрос. 20 сентября урядник. 24 сентября рабочий. И на Кавказе террор. Тоже можно привести пример. Их много примеров. Но отмечу запредельный цинизм, который совершили, проявили вот эти террористы эсеры. 14 апреля 907 года в Севастополе эсеры ограбили земскую больницу. Вот обратите внимание, рука поднялась на больницу. Ну у одних преступников рука поднялась на церковь, у других на больницу. И я подчеркну, что такое земская больница? Дело в том, что в царской России земские больницы открывали для того, чтобы медицинскую помощь могли получать не только богатые люди, но и все слои населения, в том числе самые бедные. Как раз земские больницы занимались тем, что оказывали медицинскую бедным людям. И они ограбили земскую больницу. Террор был и в Сибири. Здесь есть хорошая работа историка Игоря Серебренникова. 10 июля 1905 год. Покушение на Иркутского генерал-губернатора. 30 сентября 1905 год. Красноярской боевой дружиной вот этой партии социалистов-революционеров убит полицмейстер. 23 декабря 1905 год. Опять-таки Иркутская боевая организация СССРов атакует вице-губернатора Мишина. Мишин ранен. 26 декабря убит исполняющий обязанности иркутского полицмейстера. И опять-таки много-много примеров. 23 августа это уже 1906 год. СССР грабит почту. 29 августа вагон недалеко от Красноярска. В результате убит почтовый телеграфный чиновник. Двое часовых ранено. Один солдат умер от отравления морфием. Ну что тут сказать? Я думаю, что вполне достаточно, чтобы понять, каков был моральный облик этих преступников. Они, как положено, политическим преступникам изображали из себя, рядились, так сказать, в одежде защитников народа. Как народ они защищали, я думаю, по этим фактам видно. Кстати, надо упомянуть еще пермское движение лесных братьев во главе Александра Лубова. Вот он формально, отряд его, не подчинялся ни одной из существовавших партий. Но среди вот этих лесных братьев находился ряд эсеров, а сам Лубов наладил сотрудничество с эсерами максималистами. Поэтому я и связываю это все-таки, по крайней мере, это примыкает к эсеровскому террору. И, кстати, он оказал материальную помощь этот Лубов боевикам, которые готовили известную в печальном смысле слова экспроприацию в фонарном переулке Петербурга. Тогда вот эти максималисты атаковали карету, на которой перевозили деньги. Террористы бросили бомбы в конвой, устроили перестрелку, схватили мешки с деньгами, попытались скрыться. Но эту мандитскую группу, в общем-то, быстро разгромили. Одну часть этой банды убили в перестрелке, других задержали на месте, третьих взяли потом спустя некоторое время, придали военно-полевому суду. Но террор продолжался. Террор продолжался, его никак не могли обуздать. И как бы жестко не действовала власть, хотя, если говорить о жесткости, это далеко не сталинские методы, далеко не сталинизм по масштабу, по размаху, но тем не менее достаточно жестко. Были же специальные суды, их казнили, и, кстати, что говорили в ответ, вот эти вот преступники, которые остались на свободе, вот они как раз и говорили, вот Николай Кровавый, вот понимаете. Николай Кровавый, оказывается, вот он борется с убийцами, с теми, кто убивает людей, кидая бомбы, стреляя в них, убивая генералов, убивая солдат, убивая служащих, убивая матросов, убивая, грабя и, в общем-то, совершая действия, понятное дело, что и морально неоправданные, и с юридической точки зрения преступные, ну а ко всему прочему подрывавшие общую силу нашей страны, которая находилась в непростом положении, продолжала идти борьба между великими державами, только-только окончилась русско-японская война, назревала война Первая мировая, нашей стране нужно было готовиться к войне, они, вот эти террористы, подрывали экономику, можно много перечислить того, что они сделали, но, и все это тянулось долго, это вот в массовом масштабе все это захватило и 910 год частично, отмечу еще такой момент, они вот эти вот эсеры, как часто бывает у преступников, перекладывали вину с преступника на жертву, то есть они пытались убить общественность, что они занимаются самозащитой, представляете, это якобы царизм вынуждает их прибегать к расправам, но я думаю, эти факты показывают, сколько тут лжи, сколько тут правды, правда ноль, лжи и все остальное. Что еще отмечу, вот эти вот социалисты-революционеры, которые пропагандировали террор, одновременно осуждали акты террора, которые имели место в Европе, вот западной. То есть у себя они террор пропагандировали и осуществляли, а в Западной Европе не-не-не, там не надо, там ни в коем случае. Чем двойной стандарт этот объясняется? Да я его объясняю просто. Хозяева на Западе, поэтому против хозяев, ну как поешь? Туда они и бежали, в случае чего, от полиции, оттуда получали оружие, там они создавали свои организации. Ну, примеров я уже приводил, там, в принципе, достаточно, но их больше, конечно. Ну вот, пожалуйста, куда, например, бежали различные вот известные вот эти политики, представлявшие деструктивные организации? Ну вот, один из основателей партии социалистов-эсеров, ну вот этих вот социалистов-революционеров, они же эсеры, Чернов, он эмигрировал в Англию. Дальше, лидер боевой организации Савенков, скрывался в Германии и Франции. Видный эсергоц проживал в Швейцарии. И вот это далеко не весь список вот этих так называемых политических беженцев. Ну, я думаю, параллели-то вы прекрасно видите и знаете. Параллель с сегодняшним днем. Куда убегают те или иные люди, которые потом за границей выступают против России, против государственной власти? И сейчас, когда у нас идет спецоперация, такие действия нам мешают. Они, конечно, не добьются своего. Мы успешно операцию проведем, успешно ее завершим и успешно достигнем все поставленные цели. Я в этом убежден. Но просто я к тому все говорю, что в данном случае в начале XX века этого не получилось. Почему не получилось? Потому что слишком много оказалось подельников и предателей, подельников западной политики. Ну, что значит много? Конечно, в процентном отношении ко всему народу это крошечная горстка. крошечная это не народ, а только маленькая часть. Но для совершения терактов этих людей более чем достаточно. Такой численности очень это не просто достаточно, а их очень много. Для совершения террористических фактов, к сожалению, нашлось достаточно исполнительно. И какая же это революция, да? Это террор, просто террористическая война на руку Японии, на руку Англии, на руку и Германии, да, в общем-то, и Франции. Хотя формально, ну, вот у нас с Францией союзнические отношения и так далее, потом вместе на одной стороне мы воевали против Германии, но это фальшивый союз, я имею в виду, со стороны Франции. Очевидно, что страна, которая у себя принимала с большим удовольствием преступников, террористов, представителей совершенно отмороженных партий, отмороженных сил, нелегальных организаций, ну, такая страна реальным союзником-то не была. Это понимали у нас, то есть наивности во власти-то не было, прекрасно понимали, что союз с Францией это не искренний союз, там никто не желает нашей стране процветания, ну, я имею в виду никто, не отдельные какие-то люди, может, кто-то и желал, но в целом власть взяла курс, французская власть, британская власть, германская власть, австро-венгерская власть, на то, чтобы подорвать мощь нашей страны. Почему? Почему так много сил объединились против нас? Ну, против слабых не объединяются, объединяются против сильных. Наша сторона тогда, несмотря ни на какие действия врагов, быстро усиливалась, у нас выходил на канале ролик, я приводил цифры, когда говорил о протекционизме, прошлый мой цикл от этих предыдущих передач. В нем цифры даны, страна наша очень успешно развивалась в экономике, укреплялась в армии, влияние на мировой арене шло, ну и, конечно, нетрудно догадаться, что эти успехи были поперек горла Западу, и вот он использовал террористические методы, в том числе для подрыва нашей страны. Власть боролась, нельзя сказать, что он и сидел сложа руки. Довольно многие преступники нашли свой заслуженный конец, как говорится, на лобном месте, в том смысле, что убили их. Кого-то убили в перестрелке, кого-то посадили. Но надо сказать, здесь я такой вывод делаю из того, что я изучал из информации, что террористические сети не были разгромлены полностью. Они скорее ушли в, ну, знаете, в спящее состояние. Понимая, что не удалось свергнуть власть с первого наката, они потом, я уверен, именно они проявили себя в последующих событиях 1917 года, 1918, гражданскую войну. Но об этом, если мы и будем говорить, то потом. А сейчас на этом мое выступление завершено. Спасибо за внимание. Друзья, рад сообщить, что теперь мои книги можно будет читать не только в бумажном виде, но и в электронном эксклюзивно на платформе delip.ru. Приятного чтения! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова